вот это письмо она для меня очень очень важно вот она касается ну хорошо если хорошо если касается всех вот скажите друзья хотели бы вы хотели бы вы чтобы у нас наши леса превратились в сады хотели бы чтобы у нас в спальных районах не обязательно центральных росли плодовые деревья самые настоящие плодовые деревья давайте немножко об этом много полезного я уже вам сказал вот это мы не так сделаем мы наверное это очень серьезный вопрос следующий раз ну как серьезно минут 10 поговорить придется следующий раз наверное мы с вами начнем с него следующую субботу 10 минут уже свежие это мозги для того чтобы вы поняли о чем пойдет речь это были свежие мозги вот видите это тайга это тайга вода выше уровня почвы представлять какие чудеса на свете об этом все мы будем говорить я считаю что это очень важно это может быть будущее ваш участок может будущая дача может вы просто будете иметь возможность улучшить природу вот так вот ну а теперь ближе к такому практике значит вот эти как я начинал вот это вот сибирки да мне фотографии я нашел сибирки мы когда денисенками ехали подъезжали к красноярску еще театров оставалось 50 глухая тайга выходите я вам сейчас сибирку найду как я не опозорился я только вышел сразу сибирки нашел вниз фотографии но тема другая то есть вещь распространенная а задатки селекционера у меня были такие земли мало я вот прямо в этом лесу а это сплошные сибирки сплошь это потом я все выкопал это когда уже питомник у меня был вот они в лесу под огромную деревню растут медленно медленно а дай им простор вот тогда настоящий рост вот я просто открываю один из своих секретов помните да чё говорит с ним совместима она вот и совместима и все а ведь это настоящие дикари это настоящая тайга тут не нюхали этих культурных то то есть нету рядом пчел которые бы взяли перенести сюда пыльцо из культурного сада нету это в километрах нескольких нескольких десятка вот так и что ах они несовместимы говоря себе ну и чё с ним а вместо у меня мало говоря себе напоминает же ваши ваши желания напоминает же ваши возможности условия напоминаю я прихожу в эту тайгу с ножом прививаться с культурными ветками по нарезал у соседей первый этап и прививал не густо не все подряд естественно уземлил я догадываюсь почему потому что сразу прививку маскировал не дай бог кто увидит потом приходил это же весной в мае месяце вот это же весной и безболезненно потому что это прям показывал такие небольшие эти прививки месячные которыми только почки зазеленили показывал показывал и вот я их переносил с комом земли к себе в сад а вы что думаете у меня все они прививались на большинство мертвых было я провел первичный отбор а потом те уже переносил на следующее поколение и уже смотрите сибирки это оставались дикими это также как потом уссурийские груши тоже оставались дикими но яблони в одном случае груши другом я переносил то уже с деревьев которые уже как бы инфицированы это мое слово для науки лет через сто сочтут его уже своим забудут чем кто и будут уже всерьез говорить не морсить инфицированы понимаете и вот так я провел все лекции и сами а сибирки а мне деревья перестали замерзать самая роскошная перестали замерзать вот так ладно так пойдем дальше она вот это вот сибирка это интересно да что получается вот у меня к сожалению только ну фотографии много лежит крышей ну какой показать 1 приятно другая кажется еще убедительнее вот это сергей это с фотографии прошлого или этого позапрошлого или прошлого года вот торцы замазал отрезал все это то самое из тайги вот они мне-то легче было смотрите я это делал в начале дачница я тут раз несколько десятков а несколько самых лучших выбрал и перенес а никто не видел они меня росли уже дальше в саду а это массовое производство берется вот такой вот практически все у него не то что он это плохо как выкапывал то нет это просто у них к ней и так почти нет это корневые отводки все дадим внимание вот мой старый правда снимок лет 12 назад делал я уже учил других обнаглел вот это вот уже осенью становится вот этим вот вот это вот сразу прививается не дается год чтобы обросло корнями сразу уже на этом этапе с этими жалкими корнюшками гадости а не корни гадость натуральная жаль не мог все фотографии показать целую галерею как гадки утенки уже к осенью и вот такие вот через четыре пять месяцев вот это все центральной корня как не было так и нет прекрасно идет для таких мест которые называем близкой грунтовой воды пятнышко уже это мне быстро дошло я же в школе вы понимаете есть такие особые дети я наверное в школе был один такой вот я в я был троечником по русскому языку был тройка по литературе вот а мне считали лучшим учеником школы а еще я не хвастаюсь я хочу чтобы у вас такие дети были вот то есть я до первого сентября прочитывал от корки до корки биологию астрономию историю географию химию физику вот тут же перечелкивал там со звездочками особо трудные эти самые вопросы а потом целый год скучал на руках вот но я же не просто скучал я ничего это перечитал то чтобы знать где север и юг оставалось только поставить точку и тогда пересаженный саженец снова глядел я себе эта точка с юга значит снова глядел этой точкой на юг вот и это такая мелочь казалось бы а у меня таких мелочей несколько десятков а потом смотришь а сад-то умирать не собирается причем я железо говорю не хотите верить в то что прививки дают вегетативные гибриды гибриды но вегетативные вегетативные но все же гибриды не хотите верить что идет перестройка на генном уровне не верите дайте бог с вами но я же привел несколько десятков то вполне вспомните вот что в яме не должно быть никаких это самое никакой дерьма что в яме должно быть чистейшее которое закапываете хоть немного снятых же земли то а вот ямку выкопал вставил вот так вот вот мой саженец продажный вот который слева вставил его а справа это тот который еще это ну то есть альтернатива в начале такой потом становится такой поняли так вот значит земли там с лопату надо ямку выкопал вставил да еще это часть из нее вот это вот вершинка торчит правильно улочная капулировка где вы видите страшную рану а вот пошла почка и пошла где вы видите страшную рану вот и все и получается эти несколько десятков простых понятных советов которых вот сегодня мы уже несколько затронули не калечьте не почву не корни не калечьте штамп не приезжайте крону это самое страшное как это касается больше груши больше загущаются почему потому что у них слабое это у них инстинкт они должны спасти штамп от намокания он у них слабый от яблок груш яблони когда-то было единым видом потом расползлись один на север один на юг один на восток один на запах одни там где это хотят жить попала семечка но нету там дождей приспособилась начало 3 а тут все по дарвину тут я за начало трачить корень все глубже 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 и те которые смогли корень поглубже где-то там изменения на генном уровне пусть небольшое смотришь и она достигает воды которая в десяти там пяти восьми метрах и живет но где-то местности дождей не было а мы берем эту грушу у которой историческая родина так сказать маловодная дождей мало снега мало всего мало подземная вода далеко мы ее взяли а хотим в своем саду и тащим со всей планеты все в одно а условия то везде разные были происхождение с разных вот как просто нет оказывается груши густая надо проезжать это идиотизм вот этот вот не имея понятия для чего груши листья нужны почему листья имеют такую форму почему она с помощью листьев отводит воду от штамба нет надо калечить вот ну что из 200 все 200 мои теперь сторонники надеюсь вот пожалуйста вам пример с этими с ябрами они растут в других местах возможность давать корневые отводки вот это это значит они как раз сыр и затапливать место но они умирали вниз растения могли там вода они пошли вширь а вширь это корневые отводки а до яблони теоретически может тысяч километров пройти ну правда за тысячу лет ладно надеюсь я вас убедил хоть в чем то а это знаете как вот мы той теме вернемся да которая называется посадка в лесу в заброшенных садах прочее 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 это фотография туда к ней так вот про рыбака я уже рассказывал но дело в том что это тоже отдельная тема должна быть но самое главное я хотел с ним поздороваться с богданом оказывается есть же это самое еще здравые люди там где на украине знаете как вот у нас ничего абсолютно одинаково там но там теплее там калечат а не выживают и калечат а не выживают так смотрите вот это все к теме паса это же культурно нет это не культурно это дикий абрикос это фотография бродского вот ему сто лет настоящий детей вопрос о переносе то мы можем ли мы с помощью как их назвать монотеры энтузиасты засадить наши горы абрикосами а может быть где поближе тем же грушами полу культурными круто можно даже дикими все равно наши леса надо облагораживать таким путем вот сливы которые везде могут расти я только дай его это лишний ой хорошая тема а вот это вот тоже фотография бродского да и конечно она относится к теме этих самых теме к теме абрикосов старинных старых которые понимаете им повезло рядом не было человек как им повезло они могли дожить до 100 лет а а вы в культурном саду найдите дерево 100 лет я свое дерево да сейчас я покажу вам ну ладно уже частично я вернусь к этой теме она злободневная не обязательно ждать еще семь дней кстати вас призывайте зимой обрезку делать да вот видите это фрагмент моего того самого патриарха но его на этот момент было всего 30 лет вот когда это рухнуло это последняя зима когда снег вернулся в мае месяце всю зиму там было его по щиколотку а тут на тебе не выдержала одна ветка понимаете мы вот вот это столетняя жива да там ниже два столетних или это одно тоже ну ладно а здесь 30 лет а я же угробил своими руками ведь посажая 30 лет назад ну догадались что я сделал железов который дурак или как про Мичурина мягко говорят Мичурин ранний Мичурин поздний вот а здесь железово себя называть не другом то ранним вот как бы еще обозвать себя короче я тоже это там видно у меня есть другие фотографии там веток на штабе нет нижние ветки уничтожены что сделало дерево оно будучи посажено без обрезки так оно сразу начало внутри гнить и сохнуть сердцевина я про это проходил вы все все знаете результат если бы это дерево было бы в природе а потом еще нижние скелетные ветки отрезал да я с вами руками то есть искалечил и оно потеряло прочность вот оно где оно с виду такое морозостойкое оно дает сумасшедшего рожая правда не каждый год в среднем через год но я же его довел до этого состояния я но меня научили так вот а здесь некому было некому было здесь некому было здесь я почему эту фотографию выбрал да потому что кометь кометь живица это же как бы дикое дерево можно назвать живица может комедию кометь кометь смотрим кометь кометь вот торчит кометь да вы что это как это может быть а вот так назвали кометь болезнью мы знаем что это лекарственная это самое которое мы с вами уже знаем заращивать раны оказывается это болезнь так и называется болезнь называется комедия течения из увечья дерева а потом пожалуйста вот а здесь она на столетнем дереве угробила она столетний дерево или вы спорите согласны что это столетний а вот так и друзья друзья ну это не все знаете что порох кончился два часа прошло порох кончился антон валерьевич надо переключаться я хотел помедленнее так это рассудительно чтобы чтобы быстренько вогнать вас в сон и чтобы почти спать вот не удалось опять шашкой махал вот вот природа а вот сертификация есть разница смотрите вот так но мы с вами об этом будем говорить как мы с вами будем говорить об этом другой раз мы с вами еще одну треть фотографии посмотрим вот так вот